приветствую всех кто зашел на этот канал незнайка и техника приветствую всех подписчиков друзей приятелей диванных критиков и других специалистов высшей гильдии сегодня восьмое пальцы мы эти пришли но вернее шток но офис работал до 16 сегодня я не смог их получить может я надеялся хотя бы до 5 офис работает или до 6 вот так что думал сегодня их заберу и буду заниматься пальцами но не тут то было позвонил по гидравлике тоже самое выходной попросил чтобы они по моему видео посмотрели все из сердце нужные мне комплектующие завтра отправили когда я сжимал этим хомутом я же говорил что может быть повредиться но так она и повредилась лень было ехать другой гараж за этой поршневой стяжкой я еще когда разобрал думаю болеть надо было что-то подложить туда я посмотрел не распрямилась она то есть она полежала но она не выпрямилась это вмятина как было она так есть то есть ни хрена с ней не распрямила ее можно и так собрать конечно но зачем изначально ставить если придет нормально и я никуда не спешу если бы я куда-то спешил то я бы конечно бы так бы оставил и собрал бы как многие спицы делают где она вот она достаточно глубокая и вот вторая точка хомута ведь так что короче надо было подкладывать так что вот такая фигня да надо было подложить конечно кусок банки пивной алюминиевой как я шток обматывал когда творил вот как надо было сделать надо кусок пивной банки подложить у меня его здесь не было и как бы ну хуй я уже начал давить хомутом когда уже до этого догадался уже было поздно а так бы я думаю он бы меня спас бы да сергей иваныч он мне написал что надо было подложить пивную банку надо было но хули умная мысля приходит а после а я вот ни хрена не догадался что надо так сделать затупил как бы как бы как бы затупил ну ладно хрен с ним закажем комплект 680 рублей стоила эта ошибка не подложить под хомут но зато теперь я знаю и кто увидел это кто не знал он тоже узнает вот как ну чё такого ну да 608 скалов минус сейчас уже похуй 6 686 800 минуса или 16800 минус уже по барабану короче здесь мне не понравилось вот это вот то есть тут что-то кто-то делал и он как-то здесь не очень хорошо это сделал этот человек если его можно так назвать хочу попробовать резаком погреть и немножко ну хоть чуть-чуть поровнее сделать от отрезать то и варить я не собираюсь конечно но чуть-чуть рихтануть очень я хочу давно это ну что это за за такое за и за дела это же ну смешно блять да а грел вот еще эту трубку выпрямил главный боком была выгнутая на бананом нагрел все сейчас чуть-чуть ровненько и резакать конечно не знаю как и оператору как писал горит четвери зат не купишь там не типа нахер как бы не нужен но потом типа заинтересовался конечно резаком у них там даже в городе было в их ним резак продавался но что-то звонит тут трубку не берет ну там продать 15 косарей цена два баллона типа и редукторы ну короче комплект 15 но это такая конечно максимальная цифра я скажу через палочку бил чтобы тут не вмятить вроде нормально получилось еще ровненько так что резак не знаю без резака блин как у меня пальцы сейчас нагрел в отработку в ванночку и вкинул лежат час выроняться вот там они раньше мне приходилось кому-то ехать кентам своим татарам у них просить чтобы они мне закалили там какую-нибудь шайбу или втулку самодельную ждет на gcb мне только точил самодельную втулку они мне нагревали закаляли то есть она была ехать к ним и опять же любое время огня ты это не сделаешь вот как бы а так пусть он мне не каждый день нужен резак но тем не менее он конечно реально выручает сколько он же меня гсбхи выручал и сейчас но как трубку выпрямишь без нагрева ну каким образом газовым баллоном ты не нагреешь но это нереально вообще просто ну это нереально а так ну такая хоть что-то r1 dm 142p ну как что-то резать она до 10 миллиметров она возьмет точно так-то нихера деньги комплект шлангов насосы баллоны почему не купить читаю пока она не сильно подражал хотя баллоны подорожали пиздец как то эти кислородные баллоны поднялись с не я не знаю чем связано что они по не просто сейчас сумасшедших денег стали стоить четыре с половиной рубля 5 откуда блять такие цены я покупал баллоны пустые вот просто баллоны чтобы их вместо углекислотных использовать потому что углекислотные дорогие баллоны а кислородный он точно такой же как и углекислотный так вот кислородные баллон я покупал 1000 рублей бушный когда ездил покупал но это было сколько ну сколько два года назад наверное и 3 я кислородный покупал баллон за такую цену сейчас цены это блять ну вообще жесть нахуй четыре с половиной баллон за что ну я не знаю даже за что такие цены сейчас с чего именно баллоны кислородные подорожали ну а ну блин ну непонятно пропановые главное не подорожали а кислородные баллоны подорожали что такое почему такая цифра сейчас гигантская на них не ясно так надо заниматься сейчас стрелой сейчас еще раз проверю геометрию между пальцами и буду проваривать посадочные уши завтрасти пальцы я заберу принципе могу сделать уже эту стрелу поставить на экскаватор в принципе можно стрелу монтировать будет оператор кат вот смотри про что эти говорил посмотри какой высоты здесь шайба видишь она выше пластины насколько эта шайба чтобы не срезала болт обратите внимание насколько она выше она 2 высоты не если я вот так закручу как было посмотри чем будет поэтому эту шайбу надо делать чуть-чуть пониже чем это для того чтобы зажалось четко все почему такие жирные стоят я не вообще не отдупляю пластина это заводская но почему вот эти вот такие не ясно надо сделать короткие такие низенькие шайбочки подобрать точить конечно не не охота просто блин беспредел точить и шайбы маяться с этим блин поискать готовые надо вдруг найдутся потому что ну изготавливать ну ее нахер да это даже шайбона и как стакан учет и такое должно быть более-менее плотно ну чё чё это такой за сусил какой-то что буду предпринимать один резет уже сломал сегодня отрезной резал резал до конца не дорезал чуть-чуть оставалось думаю сейчас сломает блять он не по центру резец стоял только херакс нахуй не отрестся и сломала отрезной резец кончик погиб он короче и короче где-то где-то выкинул этот кусочек резец сломала такой хороший резец был самокал что ли вот он и отломала такой отсюда полосочку такой вот зараза р9 к 5 называется резец сломала у меня вот есть новые т15 к 6 но они не заточены и сейчас завтра хочу взять с собой к токарям вот резцы чтобы они мне заточили их поклянчить эти два одинаковых 1вк 8 т15 что ли т5 к 6 2 надо заточить это все отвести так что попадут большой на ровном месте резец сломала короче хотел допилить болгаркой ну думаю хуйня сейчас дорежу дорезал и это вот штука у меня уже есть готовая как бы да но на то как готовы не готова надо до сверлить а нет сверлить не надо немножко сверлить на сюда не лезет падла блин можно из этой сделать вот почти готовая сверлить и готовая сверла ну тебе топа да и все тут разный диаметр сверло весь одно другое . ну чуть-чуть и блин ну не охота резать шайбу этот резец сломать нахрен надо поискать начали шайбы все не найду тогда буду из этого делать скорее всего но надеюсь что я найду шайбы ну что мне не охота сейчас точить и ломать резцы вот так как бы процесс идет очень медленно потому что все блин это все то того нету то сего вот такую штуку здесь приварил вот она чтобы был туда от проворота для пальца 2 вытащил но пока не приварил заводскими отверстиями не буду пользоваться ну потому что и вот такие приваривать буду вот они вытащил и все я думаю будет более-менее плюс-минус хорошо более-менее плюс-минус хорошо завел развернула чтобы стрелу собирать и того подвязал принципе завтра планирую что придет палец 35 ставлю его сюда во втулке и хочу от центроваться проверить все центра еще раз и приварить эти штукенции так как помните здесь небольшой шат есть вот он видите ну как бы вроде небольшой но то же время он какой-то есть значительный как значительный там для какие-то может пол миллиметра есть шат вот поэтому тут-то я торцевал эту плоскость все равно надо бы конечно здесь я чудил тоже торцевал ну не факт короче сделаю что бы это хочу сделать чтобы все было четко центровано еще раз проверено и завтра будут скорее все стрелкой этой заниматься морозы стоят 22 ночью днем 14-15 снег немножко идет чуть-чуть там припорошила но по прогнозам было написано маленькие осадки фикс как раз эти осадки пускай идут и сейчас неделя можно позаниматься но блин опять этих нету зараза резинок этих цилиндры сегодня не отправили завтра отправят если они есть вот они если есть они завтра отправят и может быть я соберу еще эти цилиндры конечно есть запасной вариант можно купить здесь манжеты которые здесь продаются и переделать их под другие ремкомплекты но как-то не знаю пока что тот ремкомплект как под которые здесь переделывать он стоит 500 рублей комплект плюс еще токури отдать за переточку а тот в питере стоит 680 комплект ну то есть те же самые деньги что здесь получается только единственное что здесь комплект типа нового образца и как якобы мне сказал этот гидроблист ну легче одевать эти все кольца то есть там схем чуть-чуть другой там вот не такое кольцо вот как это да другое и конечно кольцо все за пока мне были так она вроде смотришь все нормально когда снимаешь видно что хана резинка была мертвая эти все подстерты еще есть конечно но все матовые матовые все затерты еще бы работала мокроты не было то я уже просто для полного секса захотел что все было четко все эту подпримил туда сюда и принципе вот она шланги целые бывает когда греешь шланг можно ебануть здесь вот или как на джи себе это помните погрел и у меня шланг здесь поссал типа он сгорел здесь вот под этим под в завальцовки но здесь шланги такие тоже он эти вот они желательно будет конечно поменять желательно будет конечно заменить пока не знаю буду менять не буду да тут тоже вон ему видите ему хана здесь еле дышит он здесь имеете он что его надо будет у все равно менять он хлопнуть может любую минуту это шланг легко причем ну ладно до шлангов еще далековато как бы пока и пока не до шланга подпуще шлангами займемся пойдем и пойдем поэтапно там чуть-чуть туда чуть-чуть и чуть-чуть потихоньку продвигаемся дальше валька ехать 50 сантов 50 сантов видите блин 50 сантов пальк а тут он написано 45 45 тут 50 не 45 ну колючие колючие ну тоже есть люфт здесь есть люфта ну без маска моно люфта есть чуть-чуть да ну сейчас я буду мерить расстояние ну так параллельного люди параллельно в ноги параллельно сейчас кинем эти пальки и будем поглядеть что как на будет у нее потом заказать таких вот пару штук метровых по ним очень выставляться удобно ну довольно таки при качении смещение есть видите камеру наверно не видно но я думаю что здесь на конце есть большое смещение тут то понятно может быть десятка какая то ну сейчас как-то буду выставляться и 1660 колов стоило ну а сегодня ей звонил 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 клубка взяла сказала посмотрю и и все и неолет не не поднимать трубка весь день звонили звонили не дозвонился абонент любка не берет проблема какая то так что я надеялся что поставить доставку но них нифига не поставил доставку все никакой день недели то вообще суббота что ли какой пятница что ли или что нет сегодня завтра завтра пятница завтра пятница если она завтра отправочку сделает значит все хорошо мне эти манжетики интересуют манжетики мне нужны вот эти вот понимаете вот это вот барахлишко мне нужно что у нас с утра не не подготовила я позвонил в два начала третьего ну чё да я посмотрю и не алё не знаю может после вчерашней бухарена не смотрела не знаю короче может их раньше все не отпустили ли или черт его знает чего как здесь то не болтается он вообще практически плотно какие-то понты вообще просто хочу для успокоения все все проверить прям вот четко чтобы было потому что здесь же выточили прям не только тока здесь шатиком небольшим вот эти вот сделаны тут как бы есть небольшие смещения видите по ентому хочу так выставиться какие-то плотно более-менее заходят какие-то слабо все тут по-своему потому что я не делал все под посадку вот здесь вот например вообще плотно 1 1 заходит будет вообще держаться грубо вот здесь вот будет основное это вот здесь основное здесь ну так по стопу поскольку будет оно все но я думаю никаких вопросов здесь не возникнет это заводская это куда она нафиг ее расшатать тоже надо умудриться хотя вот этот узел можно было сделать чтобы они забивали сюда если уж вообще делать по феншую то вот эти вы конечно бы чтобы нагрузку распределить по всей плоскости можно было бы все-таки сделать целиковые так то так то можно было бы и целиковые сделать ну вот получается вот столько держала раньше сейчас будет устока ну основная конечно получается это вот эта часть будет держать половина основной это будет конечно скорее всего чуть-чуть под прослабленным чуть-чуть видите ну хотя тут понты скажем так понты никуда она не денется силов не хватит порвать я думаю так ну мне так кажется что силов не хватит может быть конечно и нет а я сейчас еще ход конем сделал я здесь сейчас вырез сделаю в этой втулке и заварю его нахуда и все наверное да да ебану здесь вырез и заварить это место я думаю что все окей будет окей ладно эксперименты да понятно что на 300 лет еще все хватит просто вовремя надо менять пальцы чтобы не было свободного люфта он свободный люфт появился его сразу раскачивать 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 уже удар получается не просто тянет а с удара и конечно все это расклепало и раздолбило раз короче хана всему пришло из-за ентова из-за ентова пришло хана все в негодность поправил им все четенько вообще прям идеально как я и растачивал потому что я точил то я все равно капролоновые сюда забивал и ставил бурштангу по капролону сейчас по втулкам я это сделаю посмотрим если поднимать палец меняется что-то или нет вот если поднимать палец меняется конечно но понты вообще меняются сейчас палец получается полностью провисший вниз в принципе все четко ровно ну расстояние конечно маленькое видите понятное дело что если бы эти были бы метровые лучше бы показывала поэтому надо заказать чтобы чтобы центроваться такие хотя бы метровые чтобы по ним четко выставляться ну сейчас идеально ровно сейчас меня интересует расстояние вот эти здесь тоже получается вниз просевшие сейчас ну замерить расстояние тоже плохо чем потому что тут видите фаска ну сейчас как-то буду мериться потихонечку в принципе должно быть в идеале ну потому что я растачил было все нормально но это для уверенности я делаю на форме карту болезни на посылку карта болезни это электронный сервис для комфортного и безопасного посещения футбольных мальчиков ну 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 сделал прорезы такие вот они видите вот они все через них я заварюсь чтобы здесь ничего не шаталось прям термоядерно все будет блять прям зверски наху тут я заварю потом когда тут заварю понятно да вот это есть чуть чуть шат он такой микроскопический эксперименты продолжаются по идее чтобы центровать пальцы надо сделать кузовную линейку так называемому кто знает как как она выглядит кузына линейка это пруток на нем две бабушки ездят ну и штыри типа гвозди и ты отрегулировал расстояние койте надо этой кузовой линейки вот так как штангелем типа как циркулем просто тык тык проверяешь размеры вот по идее здесь надо в данном случае купить два с половиной метра такую штукенцию штуки вот эти же бывает тонкие 10 12 по моему бывают вот купить сделать такую кузовную линейку с гвоздями и можно тогда вот просто по центрам шпокс и все то есть можно сделать две кузовных линейки две ровно выставляем как нам надо один человек с той стороны держит один с этой по центрам отцентровали и привариваем пальцы все то есть мы центруем центра между собой то есть надо заморочить с этой кузовной линейкой и вообще будет огонь ты можешь выставлять расстояние четко вообще десятку в десятку то есть настрою настраиваешь линейку по линейке то есть один ко второму два года вот так вот типа представляешь на одной линейке центра выставил зажал и все и ты выставляешь размеры можно допустим здесь по центру а здесь можно встык упираешь вот так вот сюда ее ну то есть вот так вот она вот сюда идет а здесь одета с гвоздем елда и она центру и все таким образом ты можешь расстояние от детали до детали проверять также к этой линейке можно приварить здесь кусок что был 90 градусов до чтоб ты вот так тупер потому что вот этот наклон ну допустим сюда подставила и сюда расстояние может быть влиять на конце а если ты торец поставил да и на нем есть еще упор 90 градусов чтобы он не косился то тогда четко проверяешь я видел ролики по кистане делаются ману куны фронтальной установки на вот они короче такими кузовными линейками центруются то есть вот такую на центровочную систему сделать не но это менее веду кто кто делает профессионально вот эти стрелы ремонтом например то можно по кузовной такой линейки так называемые выставлять геометрию этих пальцев я сейчас прикинул два с половиной метра будет нормально потому что так вот где-то метр шестьдесят метр восемь ну так метр шестьдесят метр восемьдесят два с половиной запасом взять завтра узнаю у нее сколько стоит такая шток вот этот вот такого диаметра я думаю 12 меньше нет смысла брать и сделать такую кузовную линеечку ну вообще элементарно будет выставляться расстояние я чуть-чуть поздно об этом информацию получил и додумался и как бы надо было раньше это все сделать и центроваться легче по кузовной линейки правильно то есть расстояние вы уже можете сделать вот эти наклоны да вот это как бы уже ну по кузовной линейки ты не сделаешь ты можешь только расстояние от центров измерить винт пальц так или так ты по ней конечно не сделаешь но уже облегчается не надо рулеткой ты сраной сюда рукой убирать блять короче целая проблема на ну в принципе все вот так вот получается я думаю что все будет за и beatles все как я и планировал палец зажимает здесь зажимает конкретно то есть с молотка вот такой вы маслом смазал и выбил все меня устраивает прям как я планировал что его сожмет так все и сжало то есть принципе мои эти все оправдались надежды здесь все же полировал ну здесь еще не подлез толком не соплю не снял чуть-чуть сейчас еще пройдусь на был огорожу все в идеале теперь задача сделать параллельки вот эти вот все сейчас я этим и займусь сейчас смотрел видео ролик оператор кат виталя здорово взял зачем ты сказал про мой канал начнутся базары что типа ты продвигаешь мой канал понимаешь вот чем все дело а сварочник конечно тебе давно надо было купить потому что ну он облегчает реальную жизнь чё это ли это сварка это пиздец электроды хранить целая проблема их надо сушить правильно вот они в кастрюле лежат но им им пиздец проснится но они с помойки все там чо я за них отдал за эти 10 килограмм блять 2000 рублей а так как надо хранить сушить потом надо чтобы варить варить надо им уметь понимаешь этим электродом это целая проблема проволока чё бросил ее пыль потом об с нее продул зарядил и варить то есть я вообще не понимаю как можно электросваркой что-то делать просто проволока это универсальная штукенца такая электродуговая ну что ну там у такой металл до под такой металл чтобы варить проволочный аппарат нужно от 500 ампер а так я посмотрел 200 ампер у него сварочный он варит где-то на я так вижу на 3 и она херачит у него довольно таки нормально то есть заявленные 200 ампер там сто процентов есть ну чё вроде как вровень как бы выпирать да тут у меня все под неподвижно практически нету никакого люфта блять то никакого здесь практически нету сейчас поставлю правила еще по правилам посмотрю да на таком расстоянии блин кузовная линейка бы очень было хорошо то как не дотянуться одному надо вдвоем делать тебя здесь должно быть все ровно но просто хочу перестраховаться поставил правила ну все в идеале прям вот на глаз прям четко все мелим в мелим ну как бы на глаз конечно насчет этого все ровно сейчас замерить бы расстояние бы конечно и было бы вообще бы все прекрасно прекрасно было бы проверим рулеточкой расстояние и так для успокоения самого себя и будем буду обваривать я помню когда я первый раз попробовал такой сварочник я вообще был в шоке от него ну правда это было лет 27 назад короче у нас что тогда были апеля кадеты рекорд у меня был кадет и рекорд две тачки было короче мы варили все время электросваркой ну простой как бы да и еще нас была газосварка на карбите то есть карбитная хуета это джин этот и варили это я вообще был доволен этой сваркой я помню крылья на копейки менял тряпку мокрый ложишь крылья как раньше продавались с водосточными желобками и без то есть покупали без водосточных желобков оставляли желобки стандартные ну заводские типа и крыло когда варишь газом его ведет тряпку мокрый типа ложишь на металл чтобы не нагревала и вот так вот варили ко мне старчик приходила вот мне варил этой газосваркой но это такая бред просто чушь полнейшая ну ладно электросварка варили я на копейки помню стакан электросваркой варил вот эти вот там гниют постоянные подпружинники вот я переварил электросваркой там электродом двойкой или полторашкой огонек по моему назывались раньше или электрода огонек такой фуфил блять это просто по бен чистой воды ну короче потом у нас были уже пиля и у меня вернее и потом сосед вот напротив гаражах у них был сварочный аппарат и мне на было на рекорде подварить там стакан то есть я менял брызговик там лонжерон сам электросваркой ну простой электродной и там было место очень тонкий металл был мне было никак не заварить и короче я попросил его заварить проволочной я был в шоке просто то есть он заварил это все идеально можно сказать даже практически зачищать не мне тогда казалось что зачищать не надо и тогда в принципе я задумался так надо такую сварку по-любому то есть у меня ее ну была просто такая электросварка электродная и джин этот был на карбите я был доволен и когда попробовал конечно полуавтомат это был то что там восторг шок был шок как можно оказывается спокойно работать и не думая то есть скорость работ возрастает в разы качество офигеть нахуй просто офигеть конечно полуавтомат это вещь наконец-то он тогда дошел до меня и я купил полуавтомат вот вообще мой первый полуавтомат это вот этот вот этот 400 амперный я его покупал в литве ребенку у меня было два года два года где-то примерно и я гнал следы митсубиси такая что у меня сейчас митсубиси у меня такая же была тогда первая моя вот этот автомат я купил в каунасе у производителя этих автомат этих полуавтоматов вот он первый который у меня был полуавтомат ну личный мой я имею ввиду не то что я каким-то варил полуавтоматом я варил и другими чужими полуавтоматами ну то есть я утерся там у людей у мастеров у кузовщиков и мотористов я их ним сварочным пользовался то есть мне не надо было покупать потом стал вопрос мне на свой было купить уже полуавтомат и вот я купил полуавтомат то есть как бы я варил полуавтоматами уже давным давно а вот свой вообще свой конкретный я купил вот где-то до 17 лет назад примерно это вот этот стоил он почти 1000 долларов вот а потом где-то через год или два я купил второй которыми в другом гараже 200 амперный тоже на 380 тот стоил 500 баксов вот и вот как бы вот он просто я брал всегда специально под большую катушку потому что ну выгодно в три раза получается большая катушка она стоит дешевле и купить проблем нету по авито потому что таких аппаратов мало у кого то есть те кто пиздит эту проволоку откуда-то да они ее продать никому не могут потому что ну блять и ты никуда поставишь ее надо перематывать на маленькую катушку на 5 килограммовую и использовать можно так конечно сделать можно сделать выносной барабаны и оттуда будет брать проволоку можно и так сделать чтобы на эту большую катушку использовать отдельный барабан делаешь не внутри сварочного на улице и использую большую катушку вот ну вот эти катушки по 2000 2 2 с половиной катушка а это маленькая катушка сейчас стоит блять ёпта 1800 в магазине то есть спизженную маленькую катушку продадут очень быстро находят из-за дорого а вот такую катушку бля и и мало кому продать они никого их нету то есть ну есть у кого-то понятно но не в таком широком использовании и она когда новая продается она дешевле продается чем-то потому что то у всех используется это ну скажем более заводские использования сварочные аппараты но это моя версия но может это и не так по вашему ну по-моему так у меня вечер старый аппарат не только ничего не показывает то есть ток всего 8 положений без всяких индикаторов жесткие нету плавного изменения тока то есть 4 4 плюс 4 у меня сколько этих мощностей то есть 8 и проволока здесь вот она обычно варю 678 вот так вот но 10 12 ставишь и 8 чем ток он режет блять рельсу будет херачить только вьет старого варианта ничего я не знаю сколько вольт вам показывает и какая мощность я не знаю вот выставляешь так вот типа на глаз на слух на нюх и и и и варишь вроде ровно меряемся меряемся так проверил по правилам все четко чуть-чуть приподнял вот здесь вот потому что здесь ну чуть-чуть маловато это . все сейчас сверху поднял по миллиметрам проверил все четко совпадает или метр в миллиметр получилось там от торца до до этого вверх до этого конца 118 и 3 то есть там вот так здесь по этой стороне пальца 118 и 3 размерами вышел лево право она четко совпало в миллиметр и все нормально единственное что здесь пришлось приподнять это относительно того пальца сейчас надо проверить вот это с этим но чтобы уже точно убедиться ну чё сейчас делаю на прихватку сейчас кинул и как-то вот эту проверю сейчас растает эти вот штукенции как-то штукенции вот эти сейчас проверять буду наверное здесь вырежу также лунки и через лунки заварюсь по идее ну да надо так же сделать как там делал да сейчас надо вначале разрезать тогда потом еще раз выставиться надо вот так она выглядит шов без обточки без рабом обработки это лучше где-то хуже сейчас обточу здесь пока не заваривал еще пока что проверял все расстояния миллиметр миллиметр вот между этим и этим какие-то блин десятки две три наверное есть разница то тоже толком не замеришь тут палец-то конусом видеть и блин так как бы на взгляд смотришь эти не русские пакистане они уголок сюда ставят ну тут уголок же не поставить на длиннее у меня были бы длинные вот эти вот пальцы можно бы уголок ставить и от уголка мериться поняли как они делают то есть они ставят вот сюда уголок он получается ровно лежит на этом и от уголка получается они замеряют но палец короткий я не могу так сделать здесь замериться по идее должно быть все нормально но испытание покажет пока тут конечно я заварил уже наглухо тут еще нет но всегда можно отрезать и что пропилить машинка и все я без фаски варил специально что можно было отрезать посмотрим как все стрела будет вешаться еще по идее надо было не не проваривать на глухаря а повесить стрелу и посмотреть как она но я типа на девяносто девять процентов уверен здесь учетка потому что я проверял параллели диагонали расстояния типа должно все в идеале быть но момент истины будет когда эта стрела сюда встанет сейчас пока это все вилами по воде писано посмотрю может быть сейчас при паре и и сколько время 0 43 еще час ночи еще время есть сейчас пока обточу он остынет потом буду стрелу пробовать сюда придел приделывать не знаю посмотрю как будет работать потом может все отрезать придется я ну может быть конечно такой вариант но должно быть по идее все хорошо а а а а а а а а еще пока она горячая до конца не буду спиливать смысл шов высокий спиливать подмет на нет нету смысла это все шпакли промажу потом без шпакли не никак только со шпакли конечно мазану и все не было такой большой задачи что прям там за плавить все жестко ну как бы сейчас попробую тут палец убить в принципе пробуешь соединиться все это дело ровно вроде ровно все в эту про уши ну легче заходит чем в ту палец то есть нас есть проходит потом подклинивает понятное дело что они не совсем четко в плоскостях хотя немного их видать ну того что-то в эту легко идет такая вот фиговина короче не стянуло это ухо должным образом почему-то не стянуло не знаю смысл проварить наверно больше нету пока так оставлю ну два забивает ухо все жестко так вроде ровно все здесь вроде тоже все ровно если можно сказать что стрела ровная кривая вся стрелают сварена хоть поймешь как слепой сварщик делал для или тупой сварщик да даже то пластина лежит вот так вот видно же вот здесь шов прям по краю видеть то есть даже вот эта крышка приварена супа вот так вот косоглазые японцы блять сделали ну да ладно у нас главное что у нас отверстие сделаны ровно они скорее все так же делать варят как как рука у них ляжет а потом они уже их растачивают между собой но это конечно моя версия так здесь я хочу поставить резьбу на 14 сюда поставить шайбу упорную чтобы уши не разгибала мне надо сделать так вот так и сделаю здесь будет резьба и здесь будет шайба как и на gcb делал чтобы уши не разгибала здесь скорее все будет ухо монтажно это приварено прикручено а с той стороны будет на болт и шайба толстая да по крайней мере так думаю что будет пока пока не знаю завтра пятница блин я бы токуре отдал чтобы мне зарезать здесь резьбу но болен мета только номер 2 14 мне первого номера то нету хоть за трей покупай первый номер блять так и вроде смотрел все ровно но сейчас еще вот это гляну с тем потому что это же не я делал это мне эти токаря мои делали хз вообще что с тем будет и как так замерил отсюда от уха от отверстия до пальца полмиллиметра разница эта сторона от той отличается полмиллима я думаю это не критично полмиллиметра как думаете мастера тяжелая бля стал поднимать аж глазах потемнело изображение стало мигать полмиллиметра разница есть вот в таком положении то есть тоже блять не есть хорошо эти тоже должны четко работать между собой потому что ну тут завязка вот а треугольник раз два три такая так себе это все конечно блин это они делали не знаю я им говорил что блять особо не как они выкатывали всех хз блять по идее должны были поэтому выкатываться ну блять как этот варен еще неизвестно они мне это растачивали это растачу это я уже проверял цилиндр ровно стоит а приварил сейчас вопрос вот с этим здесь конечно есть небольшой ход децильные можно им собирать вот здесь вот есть эти полмиллиметра в принципе могу здесь играться этими полумиллиметрами так то по большому счету вот оно есть здесь шата эти я так в принципе и планировал что не будет если что я здесь поиграюсь надо будет проверять стрелу во всех положениях сложенном расстоянии разложенном чтобы понять какая геометрия здесь да логично сейчас мне это не сделать потому что я не могу стрелу поднять у меня силы не хватает не хочу спину надорвать и что в глаза мигать начинает освещение при напрягах поэтому наверное на сегодня надо завершаться пол второго сейчас где-то примерно и и все я думаю на сегодня завтра кто-то будет с помощников я надеюсь поднимем стрелу блять но только как проверять без помощников никак будет не проверить и она она сюда придется перетащить или нет цепи отсюда сниму перевешу туда и подвешу за палец стрелу чтобы она висела али хрен знает как с ней чуть не делать плать ладно завтра буду думать что делать может мне надо по-любому сложенное разложенное состояние проверить разложенное понятно я могу сложенное не могу мне стул мешает мне на будет что-то здесь переделывать как-то блять что-то как-то тут надо переделать принципе уже вот уже на подходе вроде все хорошо как бы как бы все хоккей здесь шайбы будут стоять регулировочные почему такой зазор ну потому что я же торцанул здесь эти уши конечно вот эту не жало не знаю я думаю и сожмет ну и что-то не жало жаль к жаль к что не езжала и и леха 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 и и